Самая маленькая и отсталая экономика в Европейском Союзе, 400 миллионов они заберут у социального бюджета. У пенсии. У пенсии, да. Мы туда хотим идти, я, например, туда не хочу идти. В 25-м году заложено полмиллиарда евро в год проценты. Зеленый курс, который многие уже называют зеленые галлюцинации. Как можно больше власти Брюсселью, как можно меньше власти странам. Кто проспал? И, по-моему, там еще много чего проспали. Что проспали наши местные в проекте Рейл Балтика? Как он будет зарабатывать на жизнь? Что ему? Вешается что-нибудь? Виллис, ну, наконец, уходит этот 2023 год. И также прошли первые 100 дней у нового правительства. Какие они были, на твой взгляд? Как ни странно, это продолжение правительств Каринча. Ну, они очень все гордятся первыми 100 днями. А в принципе, это что сделано? Истамбульская конвенция принята. Принят закон о партнерстве. Однополых. Однополом партнерстве. И бюджет. А что, разве есть страна, которая не приняла бюджет на 2024 год? Нет такой страны в Европе. Это что, это удача? Это просто их работа. К тому же бюджет, самая маленькая, отсталая экономика в Европейском Союзе. И, к сожалению, что я могу сказать? Пока будет верно, ибо никакого, так сказать, рывка вперед не будет. Ну, к сожалению. Очень острая тема – это государственный долг. Как он и куда он идет, и куда у нас всех в Латвии тянет? Ну, это еще одна печальная история. Дело в том, что в следующем году в бюджете заложено 19 миллиардов евро долг. Имея в виду, что доходная часть бюджета 14,5 миллиардов. Общий долг. Общий долг. Государственный долг – 19 миллиардов. А доходная часть бюджета всего 14,5. То есть 140% от бюджета. Не будем говорить о валовом доходе. Там все говорят, а у нас там 40, 45, 50. Ну, посмотрите, если предприятие, у которого, допустим, годовой доход миллион, а кредит у него будет полтора миллиона, ну, это многовато все-таки. Самое обидное то, что в общем бюджете спрятано то, что из-за того, что не хватает денег на разные нужды, 400 миллионов они заберут у социального бюджета. Пенсии. У пенсии, да. Это самое неприятное и неправильное. То есть социальный бюджет – 4,5 миллиарда доход, 4,1 миллиарда – расходная часть. То есть остается 400 миллионов. И все они уходят в общий бюджет на разные нужды. Вот это неправильно и обидно. А что это означает? Потому что, я думаю, простой зритель не совсем понимает. Ну, что? А вдруг что-то случится? Что, вот тогда пенсии не будем выплачивать? Вдруг какой опять очередной кризис? Нужен быть запас в социальном бюджете. А как было раньше? Ну, было время, по-моему, при Штелле, когда просто работающие пенсионеры стали не получать пенсии. Не было денег в социальном бюджете. Не хватало. Было такое лет 15 назад или 20 уже. Мы что, к этому хотим вернуться? Мы все время читаем статьи, где нам все время успокаивает, что, ну, во-первых, они говорят всегда про бюджет. Про дефицит бюджета, как проценты из валового внутреннего продукта. И он вроде бы один из самых маленьких в Евросоюзе. Ну, в Эстонии два раза меньше. Но, хорошо, хотим мы платить миллион в день, мы будем в следующем году платить миллион в день процентами. Только процентами за государственный долг. То есть, 360 миллионов в год. На дороге уходит 300 миллионов. Если бы у нас не было такого большого долга, мы бы платили на дороге, два раза больше тратили. Так что, или посмотрим Италию. У Италии больше долг. Так что они сейчас плачут просто? Они не могут заплатить проценты. Они уже не могут заплатить, с трудом платят проценты, не говоря уже о основной сумме. Мы туда хотим идти? Я, например, туда не хочу идти. А что ты говоришь? Моя мечта, чтобы в 25-м году у нас был бездефицитный бюджет. Вот сколько собрались, столько и потратили. И все. Да, но я тут жуткую такую немного цифру услышал, что уже заложено в то, что в 25-м году уже не миллион в день будет процентами. Полтора миллиона в день будет. В 25-м году заложено полмиллиарда евро в год проценты. И это так, потому что деньги дорожают. Последние еврооблигации, которые выпустили в ноябре, уже стоят 3,9%. Можно сказать 4%. Сколько было до этого? Еще есть, которые нулевые. Но они в срок кончается. Надо эти будут, в следующем году надо будет отдавать и уже брать на 4%. И так все время перерефинансировать эти 19 миллиардов, так в конце это выльется и в 2 миллиона в день процентов. И мы туда идем. Если так посмотреть, в общем, похоже, что мы этот государственный долг даже в этом столетии не сможем выплатить. Да выплатить, конечно, не сможем. Нам главное не увеличивать. Нам главное не увеличивать. А это правительство уже за последние 5-6 лет удвоило долг. От 10 до 19 миллиардов. За 5 лет 9 миллиардов. И где же эти деньги? Где они? Дороги? Нет. Здоровья? Нет. Образования? Нет. Перелеты Каренша? Перелеты Каренша, да. Почему в Польше поменялось консервативное правительство недавно? Ну, к сожалению. Дело в том, что один из братов Кочинский был лидером этой партии. Как мы знаем, его брат погиб в авиакатастрофе Смоленский, президент Польши. Но они 8 лет держались у власти и они проиграли очень много, мало. Кстати, они получили все равно больше всех голосов, но все остальные объединились и оставили их в оппозиции. А все остальные эти такие, как венутые, как прогрессивные. То есть, ну, либерализм. Они уже заговорили о однополых браках. А в католической стране Польши это довольно большая катастрофа. К тому же, все остальные беды. Опять это запускать беженцев. Все это Европа их задавит. Все время две страны держались. Венгрия и Польша. Очень сильно держались против диктата Европы. Но Польша сдается. Если говорить про диктат Европы, ты номинирован как лидер списка на следующие евровыборы от партии Латвии на первом месте. Какая будет твоя миссия в Европейском парламенте? Я думаю, что правильно было бы говорить миссия избранных от Латвии депутатов. 9 депутатов будет избрано. Я уже вижу как минимум три больших направления. Это, во-первых, это зеленый курс, который многие уже называют зеленые галлюцинации. Это такой бред, который уже несет... Есть такой Тиммерман Клаус из Голландии, который несет этот бред, что нужно, так сказать, слишком много коров. Они выделяют метан, там, СО2, их надо поменьше и так далее. Но это же дикари просто. И весь этот лоббизм этих всех ветряных мельниц и так далее. Это одна большая. Удержать позицию Латвии против этого всего давления. И это при том, что Латвия даже сейчас является одной из самых зеленых. Латвия сегодня уже, по их понятиям, климат нейтральный. За сегодня. Не трогайте Латвию. Но это же не может быть такого. Латвии тоже будут давить, запрещать там дизельные двигатели и так далее. Это первое, что надо будет очень бороться и следить. Второе, это, конечно, федерализм. Потому что очень много таких влиятельных политиков все время говорит о федеральном мировой союзе. То есть, как можно больше власти Брюсселью, как можно меньше власти странам. Губернии. Это то же самое, что в Советском Союзе все решала Москва. Это что мы хотим? Они уже говорят, что в Брюсселе будут решать о дологах. Что не мы сами будем решать, а в Брюсселе скажут, какие налоги и так далее. То есть, большинство фактически Германии, Франции и у всех этих больших стран будет решать, какие у нас будут налоги. Да, и поэтому там надо будет против этого всего бороться. Также третье очень большое, это беженцы. Потому что там надо держать глаза и уши открытыми. Потому что все равно нам каким-то образом начнут их, так сказать, навязывать. Мы слишком белая страна для нее. Ну да. Так что там и еще обязательно надо будет смотреть оттуда, что же наши опять проспали. Смотрите, получается, что 200 миллионов как будто в этом году не успеют деньги Евросоюза, так сказать, освоить. Они просто могут пропасть. Ну как же так? Кто проспал? И, по-моему, там еще много чего проспали. Значит, надо будет за этим всем следить. И что проспали наши местные в проекте Рейл Балтика, у которых сейчас большие проблемы? Да, в общем, это катастрофический проект в моем понятии. Там нет никакого экономического, абсолютно никакой экономической логики. Миллиарды потратить на линию, по которой неизвестно, будут ли вообще там пассажиры. Ну хорошо, там может 50 пассажиров в день. Но я хотя бы один раз в Таллинн съезжу. Ну да, ну один раз там за 100 евро билет, наверное, будет стоить, и ты поедешь туда. Ну, ну, а дальше? Таких проектов было, есть и будет очень много. Это политический проект. И, как всегда я говорил, ничего нет проще, чем тратить чужие деньги. Это не свои деньги. На свои деньги никогда никто бы такой проект не строил. Возвращаясь уже к нам, обычным людям, как там закончилась история с инициативой отбирать права вождения уже с 31-го превышенного километра скорости? Ну, слава Богу, что все депутаты юридической комиссии были против. И в первом чтении это как бы не утвердили. Это предложение от Министерства внутренних дел, что если ты нарушаешь на 31 километр, отбирается у тебя права. Это я категорически против, потому что есть у нас система очков. Если уж так много, как они говорят, этих нарушителей, ну так удвоите, было два очка, ну давайте четыре. Но не отбирайте права, потому что человек один раз по ошибке, как я много раз говорил этими примерами, сантехники, электрик там, плиточник, у них же этот микроавтобус как мастерская. Там и инструменты, и все. И он по ошибке не увидит зимой в метели знак 50, поедет 81, ему отберут права. А что он, как он будет зарабатывать на жизнь? Что ему? Вешатся, что ли? Это же, нигде так не делаем. Потому что есть же обычная история, что ты едешь 90, и вдруг, может быть, ты не заметил, что начался город и 50. Естественно. И в этой такой пустой стране, где кроме центра Риги, 5 километров в радиусе, где вот там пробки, все. Те, которые там ходят пешком по центру Риги, говорят, о, катастрофа. Ну, попробуйте поехать там по дороге между Аглона и Краслова или там Лудза-Резекне. Вот там увидите, сколько там машин, какая плотность движения. И любое ограничение. Все в Латгалии, мои, так сказать, любимые Латгалии, говорят, ну, так уже нам ехать от Резекне до Риги, там, 3,5 часа. И вы еще хотите нам скорость чуть-чуть снизить? Ну, это же самое главное еще, что это же экономику, замедляет всю экономику, мобильность. Почему Германия самая богатая страна Европы? Потому что там автобаны, потому что до сих пор там есть участки, где неограничена скорость. Не даром это все немцы делали, потому что быстрота передвижения грузов, людей, это экономика, это быстрота экономики. А мы хотим тут вообще еще, чтобы все так, как черепахи, передвигались по улицам. Виллис, закончим этот год на какой-то хорошей ноте? Ну, хорошая нота это та, что я очень надеюсь, что первый латыш может выиграть чемпионат NBA. Это Кристос Порзиндис в составе команды Бостон-Селтик. Пока эта команда лидер чемпионата NBA. И я надеюсь, что в плей-оффах они выиграют титул. Я очень надеюсь на это, потому что навряд ли так скоро какой-нибудь другой латышский баскетболист будет так близок. У нас есть два обладателя Кубка Стэнли по хоккею. Это Санди Созолинч и Блюгер. Но баскетболи пока ни одного. С Новым годом, Виллис! С Новым годом, Виллис! С Новым годом, Виллис! С Новым годом, Виллис! Продолжение следует...